Мама не смогла сдержать слезы. Сегодня в городском суде начался уголовный процесс по убийству студентки, которую искал весь город. Родственники погибшей впервые увидели подозреваемого в преступлении. Он женат, дочери 4 месяца. Напомним, труп девушки нашли закопанным на пустыре спустя 20 суток после трагедии. Но я не хочу, чтобы меня снимали. Этот молодой человек отказался показывать свое лицо. Аргументировал так. Камеры заставляют его волноваться и нервничать. Подсудимого обвиняют в убийстве студентки Екатерины Поповой. Напомним, поисками пропавшей девушки в июне был озадачен весь город. Ежедневно добровольцы прочесывали город, его окрестности и водоемы. Я последний раз ее видела. 29 мая она пошла. Ему сказала, мама, я пойду заниматься. У нее экзамен был через три дня. Она пошла к ней не заниматься, к подружке своей. И больше ее не видела. Так что это страшно. Выпускница Сафуни явилась на госэкзамен. Ее тело нашли в конце проспекта Морского спустя 20 дней. 19 из них оно пролежало в земле. Сегодня начался уголовный процесс по делу. Допрашивали свидетелей. Той ночью девушка решила встретиться с товарищем. Знакомы были 10 лет. Мы пошли, гуляли, дошли до бара напротив Южной. Она говорит, познакомилась. Вот хочет приехать. Приехал вот человек. Скажите, присутствующего здесь, по сути, узнаете? Узнаю. Это он приезжал? Он приезжал. Хорошо. И дальше как развивались события? Ну, стали сидеть втроем. Предлагалось, что мы дальше пойдем куда-то, пьянствуем. Я вот сказал, что я не хочу. Знакомство Кати и подсудимого завязалось накануне трагедии. Девушка ловила такси. Подсудимый с другом довез ее до дома. В баре на Южной была вторая их встреча. После катались на машине по городу, были изрядно пьяны. За рулем был этот молодой человек. Оставил он их в двух километрах от торгового центра на морском, рядом с теплотрассой. Он еще вечером, в тот же день, позвонил, сказал, что там-то, там-то поругался, что-то такое, поссорился. Точно не скажу. С кем поссорился? Ну, короче, как, что, убил лучше. Но я не тоже. Наверное, пьяный, поэтому не придал этому значения, не поверил. Он нанес ей не менее пяти ударов силикатным кирпичом, находившимся на месте происшествия. После чего скрылся с места совершения преступления. Вернулся на следующий день и закопал труп девушки возле центра Сити на месте, именно непосредственно, где он ее убил. Извините. Полностью? Полностью. Совсем согласна с обстоятельствами, с квалификацией вашего действия? Да. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор суд должен огласить на следующей неделе. Он такой чудес, что нам просто уехал и под этот вопрос. И пока его нет. Анна Бибикова, Михаил Церцек, Вестник, Северодвинска.